Друзья, всем привет! Ну, в общем, как я и обещал, записываю обзор на свежеподаренный станок марки TD-10 и фирма Fritz Werner. Это немец. Ну, полноценным обзором я не могу назвать этот ролик скорее. Я немного подробнее расскажу то, в чем мне удалось самому разобраться и что я понял, как что работает. Дело в том, что станок достаточно редкий, ну, по крайней мере, в наших краях, в России, я имею в виду. Информации мне о нем практически никакой не удалось найти в интернете. Но, что хорошо, со станком Николай прислал мне паспорт. Выглядит он вот так вот. Это такая небольшая книжечка. Информации в ней, конечно, не очень много, не до подробностей, но все же что-то интересное есть. Станок этот 59-го года выпуска и в 61-м году он был перевезен в Россию. О чем свидетельствует, в паспорте была такая вот бумажечка. Это, ну, видимо, грузовая накладная. Здесь перечислено все оборудование, которым комплектовался станок. Вот. И вот здесь написано, что перевезен он был в Москву. Компания, которая везла, станка «Импорт» называлась. Вот. В общем, даже здесь адрес. Смоленская Синная, видите. Вот. В общем, это накладная с завода-взготовителя. Вот. Ну и сам паспорт. Несмотря на то, что этому паспорту полвека, странички у него не выгоревшие, не желтые. Ну, такие чуть-чуть имеют небольшой оттенок. Ближе к телесному цвету, чем к желтому. И вот такие вот отличные его качества фотографии были распечатаны на этих страницах уже в те времена в Германии делались. Здесь схема погрузки. Вот его масса. 1100 килограмм. Паспорт полностью на немецком. Вот. Надо как-то его измудриться перевести с помощью различных переводчиков, так как немецкий я не знаю вообще, кроме счета до 10. Описание по поводу смазки. Здесь что-то я переводил. Такие здесь смазочные точки. Вот. По поводу масел. Куда какое заливать. Вот. Здесь есть такая вот складная страничка с габаритами. Очень удобная. Здесь вот как раз вот отображаются точки смазки. Какого вида масла где должно быть. И далее здесь есть и характеристики. Вот. То есть 500 это у нас длина максимальная. в центрах 320 это над станиной обработка, 150 это над суппортом обработка далее 12 скоростей у нас и вот здесь вот странный момент количество передач 12, но скорости указаны как будто бы поделены на 2 почему-то, то есть если у нас указано здесь 22,4 то на шильде станка написано 45, минимальная скорость вращения оборота и максимальная здесь 1000, на станке 2000, вот не знаю почему, но как-то вот так вот странно написано дальше это вероятнее всего условный конус шпинделя, это как раз на фланце на его посадочном, дальше проходное сечение шпинделя 25 мм конус морза 5 шпинделя дальше задняя бабка вылет 110, диаметр 50 в конус морза 3 это у нас подачи, только я не совсем понял, то ли это продольно-поперечно то ли какие-то другие значения пока не разобрался, значит каких-то 22, каких-то 15 и подачи от 6 соток наверное наоборот до 0,61 мм наоборот подачи вот и вторая от 0,022 до 0,24 и по резьбам получается метрических 54 резьбы может резать в диапазоне от 0,3 до 32 мм это шаг модульные резьбы 31 мм тоже от 0,3 до 12 мм и резьбы дюймовые так, количество не знаю, но здесь количество ниток на дюйм, наверное, да? от 50 до 7,8 мм ну и дальше тут пошло описание я не буду сильно вдаваться вот фотографии хотел показать вот так вот станок выглядел сзади то есть вот помпа СОЖ стояла здесь бак СОЖ здесь привод он так и есть, так и стоит вот как раз панель сейчас мы в нее заглянем она практически в таком же виде здесь полочка для хранения шестерен для гитары это в передней тумбе находится здесь расписаны все рычаги различные переключатели куда что смотреть что за что отвечает тут расписана вся деталировка то есть какой рычаг за что отвечает как функционирует вот это у нас передняя бабка с передней тумбой то же самое все по выключателям все расписано везде проставлены позиции и потом в описании все это дело указывается и рассказывается об этом вот давайте так, электрическая схема давайте не будем надолго отвлекаться на паспорт сзади передней бабки организована гитара она закрывается такой огромной крышкой крышка чугунная очень тяжелая как и все крышки здесь на станке ну и вообще весь станок он такой достаточно геометрически правильной формы то есть у него все тумбы не имеют никаких выступов они просто как кубы стоят и даже там где ворачиваться должны болты либо анкера либо болты ну шпильки имеется ввиду вибропор сделано все это дело внутри то есть отверстия все закрываются крышками никуда наружу не выведено чтобы его кантовать сделаны вот такие вот углубления для того чтобы вставить что-то типа лома или монтажки то же самое сделано на задней тумбе вот ну и в общем переходим к гитаре здесь в этой крышке отлита такая удобная ручка здесь вот есть какое-то приспособление наверное здесь какой-то был переключатель правда я пока не понимаю для чего он открываем тумбу пока крышка не фиксируется но вообще здесь есть фиксатор такой с пружинной шайбой должен был быть открываем крышку на задней на внутренней поверхности крышки есть такая таблица огромная это как раз таки выбор вариации шагов подбора вот все здесь расписано в принципе все удобно вот ну а сама гитара выглядит вот таким вот образом здесь торчит хвостовик шпинделя вот кстати да у шпинделя проходное 25 миллиметров всего вот и вот тут есть вот такая горловина на ней даже нарисована масленка вот в общем это горловина для заливки масла в переднюю бабку ну то есть в коробку это очень удобно и такие горловины есть везде есть горловина на суппорте вот она маленькая такая вот и должна быть горловинка она есть но она отломлена ее надо подремонтировать сюда вкрутить эта горловинка должна быть для коробки подачи для залива масла везде есть свои смотровые окошки уровня масла здесь вот на передней бабке раз окно на коробке подачи вот здесь вот окошечко и даже на суппорте есть окно вот оно вот здесь вот расположено Судя по ним, можно, глядя в них, можно заливать масло и определяться с уровнем Сверху на передней бабке вот такая крышка Она чугунная, тяжеленная, килограмм 15 на 1 весе, то есть она такая полнотелая И сделано вот такое пронижение, сюда можно постелить резиновый коврик И укладывать какие-то инструменты, ключ до патрона, еще что-то Так вот выглядит передняя бабка изнутри Масла в ней есть, его вроде бы много, но уровня недостаточно То есть еще больше должно быть масло, вот такое вот черное Я тут сначала испугался, но на самом деле вот такой вот цвет имеет То есть оно темное, но я так понимаю, что это заводской такой цвет И вот столько вот, такой вот уровень И вот чуть ли не еще столько же должно быть масла То есть нужно доливать Все переключаются, все передачи Четвертая самая тугая Здесь еще одна шестерня Блок шестерен Перемещается в три положения Ну в общем, все работает, все очень легко перещёлкивается Итак, глядя на переднюю бабку Нам открывается вид на кучу всяких ручек, переключалок, передвигалок, перещёлкиловок Давайте попытаемся со всем этим разобраться Как, что включается и что за что отвечает Но сначала хотел сказать о вообще, ну, кинематике и приводе станка То есть я когда приобрел ОФ-55 Я очень радовался, что у него один приводной двигатель И от него работает все там автоподача Ну вообще и привод швинделя Все от одного мотора Так вот, здесь абсолютно то же самое У нас имеется один двигатель Причем на такой, ну, как бы, можно сказать, крупный станок Двигатель всего мощностью 1,6 кВт Он 1500 оборотов Двигатель немецкий AEG фирмы И этим двигателем через ременную передачу Передается крутящий момент вот в эту вот коробку Всю переднюю бабку можно разделить на три секции Первое вот этого места Это у нас коробка передач или передняя бабка, да В которой установлен шпиндель и все шестерни выбора скоростей Вторая секция, это вот эта вот часть Это называется коробка подач Здесь как раз таки все рычаги управления автоподачами Скоростями винтов для нарезания резьб и прочим Ну и в самом низу у нас тумба В которой расположена электрика И есть отсек для хранения шестерен гитары На передней бабке у нас есть всего три ручки Две из них отвечают за выбор скорости И одна нужна для смены направления подачи Сейчас включу частотник Возможно появится какой-то небольшой фон на микрофоне Вот, но от этого никуда не деться Включу частотник и мы попробуем покрутить наш шпиндель Так как масло в коробке не на своем уровне На необходимом его там меньше Но несмотря на это шестерни в принципе все смазываются Но все-таки я решил перестраховаться и крутить мы его будем в полсилы Ну скажем так То есть я выставил частотник на 25 Гц вместо 50 И будем, вот у нас есть табличка с выбором оборотов Обороты станок имеет от 45 до 2000 оборотов максимальные А мы будем крутить 50% от значения этой таблицы Вот, ну в принципе я не думаю, что стоит все обороты тут ставить, показывать В общем давайте наверное какие-нибудь там минимальные, средние и максимальные Так, ну давайте начнем с минимальных На минимальных я прибавлю на всю частотник Так как они действительно там минимальные Вот, ну и соответственно две вот этих ручки мы должны выставить Здесь у нас АБЦ, а здесь у нас 1, 2, 3, 4 Всего 12 скоростей Минимальные это у нас 45 Вот, значение Б и значение Единица Ну у нас в принципе так и стоит Да, вот, ну что, включаем, пробуем Патроны вам видно Это у нас минимальные обороты Так, я сейчас убавлю Так, 25 Гц, давайте поставим наверное 1400 Для этого переводим эту ручку на С Переключение, вот всего ход ручки Вот одно положение Вот второе положение И вот третье положение То есть очень маленькие значения Не надо там полуоборота поворачивать Далее, эту ручку нам надо на максимальные обороты Передвинуть И пробуем То есть должно быть 1400 У нас будет 700 Так, ну и давайте на максималочку Ручку А Здесь 4000 Будет 1000 оборотов На шильде 2000 Ну и я частотникам прибавлю побольше Чтобы было Может быть до максималки даже крутну И сейчас 1000 оборотов Ну и давайте до максималки Крактовременно На максимальных оборотах Специально потрогал переднюю бабку Вибрации практически не ощущаются То есть она там еле-еле дрожит Это еще учитывая то, что станок у нас стоит просто на трубах То есть никаких ни вибропор, ни фундамента у него пока нету И он просто, ну, можно сказать, висит в воздухе Это отлично Вот, ну, этому способствует также и небольшого размера патрон То есть большой-небольшой эксцентрик Если даже у него есть какие-то незначительные неравномерности в плане массы Относительно центра Вот, но он минимально влияет Так, здесь у нас есть еще одна ручка Вот эта вот И здесь две стрелки То есть вперед и назад Это смена направления подачи То есть она отвечает элементарно Ну, получается, здесь в коробке блок шестерен Который как раз-таки с коробки скоростей Передает вращающий момент на коробку подачи И перемещая вот эту шестерню Вот этой ручкой Одна шестеренка перемещается между двумя И выбирается либо в одну сторону будет подача Либо в другую То есть вся коробка будет либо в одну сторону крутиться Либо в другую Сейчас у нас подача стоит вперед Ну и давайте какие-нибудь небольшие обороты поставим И попробуем Смотрим, куда крутятся винты И у нас, допустим, вот нижний винт вращается в эту сторону Останавливаем Меняем направление и снова запускаем И все, винт вращается в обратную сторону В принципе, как аналогично, как и Ну, то есть вся коробка подачи начинает работать в обратном направлении В общем, на передней бабке есть вот такая табличка На ней нарисован логотип подачи И есть логотип Это продольная подача, это поперечная подача Возможно, кто-то... Я не совсем понимаю, как эту табличку правильно читать Возможно, кто-то из опытных токарей мне подскажет, объяснит Значит, смотрите, в чем у меня не сходится Это у нас подачи И вот здесь отображены две схемы Это схемы шестерней, которые установлены в гитаре И здесь их всего три То есть и в первом варианте, и во втором В первом варианте 30 зубов 120 и 90 Во втором варианте 30, 120 и 60 У меня сейчас стоит вот такая сборка в гитаре Вот, хорошо, ладно Под эту сборку у нас есть целая колонка Подач, да, и продольных, и поперечных То есть здесь у нас выбираются скорости А здесь выбираются... Ну, то есть здесь одним рычагом скорости три положения А здесь другим рычагом шесть положений Это для продольной подачи Характерная табличка Это для поперечной подачи Ладно, с этим разобрались, все понятно Но тогда при работе на подачах Тоже так же можно включить и винт Для нарезания резьбы Так вот, но, соответственно, этим подачам Я не знаю, с каким шагом работает Ну, то есть под какой шаг резьбы Работает винт нарезания резьбы Но если смотреть в гитарную табличку Которая висит вот здесь Вот, здесь отображены четыре шестерни То есть вот они, А, Б, С, Д Шестерни, 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 Б и С Они должны сидеть на одной оси Вот, в моем же случае этого нет То есть есть вот здесь вот место Для второй шестерни Вот эта втулочка И вот эта шестерня, которая Д Она имеет возможность Ну, здесь тоже есть стулка Видимо, их можно поменять местами Она выдвинется сюда Чтобы иметь зацепление Вот с этой вот С шестерней Это ладно Это вроде бы как Можно даже и понять Ну, в том плане, что Хочешь резать резьбы Тогда перебирай гитару На четыре шестерни Но я не совсем понимаю В плане удобства, да? То есть если у меня сейчас стоит Три шестерни То получается, что я никакие резьбы Не могу резать Или подбирать эти резьбы подбором Ну, то есть методом тыка Так, что ли, получается? Вот, то есть смотреть, какой шаг И, ну, допустим, сравнивать Вот по этой табличке Как он совпадет там С каким значением В общем, я вот этого дела Не совсем понял То есть эта табличка у нас Относится к подачам Вот, и по большому счету То есть она При вот Вот такой вот схеме Шестерен Тогда получается резьбы резать Либо нельзя, либо нет информации По настройке, да? То есть нужно перебирать гитару На четыре шестерни Так получается? Ребята, если кто-то сталкивался С подобной схемой Вот, может быть, где-то на других станках Что-то подобное есть Подскажите, пожалуйста Я что-то пока Никак не могу Вкурить вот эту всю информацию Вот, ладно С гитарой Разбираться будем Давайте пока Вот по табличке По той схеме, которая у нас установлена У меня установлен вот этот набор шестерен То есть С количеством зубов 30, 120 и 90 И будем вот мы на него ориентироваться Вот, ну, как я уже говорил Здесь у нас в этом столбике 1, 2, 3 римские Вот, а здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 арабские Это как раз-таки На пересечении вот этих столбов и строк Можно выбирать Ну, например Нужную нам подачу Например, вот хотим мы 0,15 Вот здесь у нас двоечка А здесь у нас троечка И, соответственно Спускаемся на коробку подач Взглядом За работу с этой табличкой Отвечают два рычага Вот этот вот первый И вот этот вот второй Значит, первый рычаг имеет три положения И это три положения Как раз-таки обозначены римскими цифрами Как и на табличке То есть мы выбираем Нужное нам положение Здесь тоже ход у них очень маленький У этих рычажков Вот всего лишь То есть Я перескакиваю даже центральное О, вот центральное положение Вот третье положение И вот Да, вот первое положение Мы запомнили нам надо 0,15 Мы ставим второе Двоечку Поставили Вот И нам нужно вот это вот Вот такой рычаг Такой рычаг я вижу впервые Сейчас я вам с другого ракурса Немножко покажу В общем, это вот такая вот кочерга И она имеет шток Шток подпружиненный А здесь у нас куча отверстий Шток в эти отверстия входит очень плотно И вот здесь вот сверху У нас есть нумерация 1, 2, 3, 4, 5, 6 Это как раз нижний ряд Вот нашей таблички Где шесть костей И вот этот вот Вот эта кочерга Она как-то перемещается Так по диагонали Причем здесь такой диагональный Вырез Вот И можно Совмещая шток с отверстием Отпускаем его И он туда проваливается И фиксирует ее От смещений То есть Можно сделать На троечку Вот сейчас я поставил на тройку Ну и соответственно Вот Включили мы Значит Нашу подачу И после этого Можно запускать Наш шпиндель И несмотря на его обороты Эта подача будет Всегда соответствовать Значению Которое мы выбрали То есть 0,15 мм Наоборот Это будет характерно Для продольной подачи И 0,06 мм Наоборот Это будет Вот при таком вот Расположении рычагов Это будет характерно Для поперечной подачи То есть У них Разные передаточные отношения Ну и можно Включать Наблюдаем Как вращается Наш винт И в ту сторону Подача стоит Еще раз Ну и вот таким образом Получаем 0,15 мм Наоборот Так Ну думаю С этими двумя Ручками понятно Осталась у нас Вот такая крутилка Еще одна ручка С этой ручкой Особо ничего интересного У нее всего два положения В одном положении Переключается Так Передаточное отношение Чтобы можно было Набирать И нарезать Резьбы Миллиметровые И модульные А во втором положении Вот в этом Это для нарезания Дюймовых резьб То есть Если планируете Нарезать дюймовые Нужно переключиться сюда Так Ну а вот эта ручка Она Либо включает Либо отключает Винт Вот этот вот Для нарезания резьбы То есть Здесь вот у нас Есть шильда Два На ручке Наверное был какой-то указатель Но здесь какое-то есть место Отломленное Или стрелочка была наклеена В общем Здесь у нас Переключается подача А здесь у нас Переключается на Нарезание резьб При всем при том Вал подачи Который Вот этот вот Он вращается всегда В любом режиме Он всегда крутится Не важно Пользуетесь его Автоподачей Или не пользуетесь Но он вращается А вот вращение винта Который для нарезания резьб Его можно включать Или отключать И вот как раз для этого Служит эта ручка Включаем шпиндель Видно как оба наших винта Вращаются И поворачиваем нашу ручку И видно что Винт для нарезания резьб Остановился а вал подачи продолжает вращаться. Я не знаю, можно или нельзя, но на ходу ручка это очень легко включается. Есть фиксатор, вот она щелкает. И ее можно крутить прям в круговую. Вероятнее всего, не стоит ее крутить на ходу, да и она особо и не нужна. Вот, ну, в общем, функционал у этой ручки такой, достаточно простой. Так, смещаемся еще ниже и доходим вот как раз-таки до самой тумбы. То есть вот эта часть уже тумба-станка, на которую устанавливается станок и станину можно открутить от нее, если это необходимо будет. Здесь у нас, как мы видели на фотографиях, расположена электрика. Она вся в наличии, но она на 380 вольт. У меня нету 380 трехфаз, у меня 220, поэтому я буду переделывать ее. И вот те самые полочки. Вот такой есть набор шестерен у меня. Они не все, но и это даже очень хорошо. Шестерни здесь с такой посадкой, то есть на 4 шлица. Вот шестерни все, наверное, новыми, потому что на них не видно этой выработки. Что интересно, вот эти вот полочки, это никакая не вставка, там не фрезерованное, это литье. То есть эта тумба отливалась сразу же вот с этими полками. И вот, ну, настолько вот все четко, никаких косяков по литью я не вижу. Здесь есть вот такой фиксатор, есть также дверка вот от этого отсека, и нам нужно ее установить, пока не установлена она. Она тоже чугульная, тоже тяжелая очень. Ну и здесь у нас есть выключатели. Здесь вот подписано какое-то слово, похожее на кунилингус, но заканчивает оно на помп. Это так что это включение помпы СОЖ. Здесь должна быть рукоятка такая торчащая, вот этой. И она имеет всего два положения, вкл и выкл. Точно так же, как и эта рукоять, это, ну, судя по нарисованному рубильнику, это включение питания станка. Контрольная лампа питания. Вот здесь есть вот такое вот отверстие огромное. Это отверстие, оно также продублировано и на задней тумбе. Есть такое же отверстие. Это очень офигенная задумка немецких инженеров. Это транспортировочное отверстие. Сюда должен вставляться стержень или труба. Вот те трубы, на которых стоит сейчас данный станок. С этими трубами отправлял Николай. Они были примотаны к станку. И вот эти трубы как раз вставлялись в эти вот отверстия. И за них в транспортной компании брались чалки. Я вам в паспорте показывал, там на первой странице была схема погрузки. Брались чалками, погрузчик поднимал заверх, ну, как краном, да? Вот. И станок таким образом перемещался. Нету в этом плане, если это соблюдать, нету никаких проблем. Вот как обычно берут вот здесь вот и мнут вот эти вот все рычаги винты. Вот. Таких проблем нету. Ставили сюда стержни и за них чалками или цепями зацепились. И все это дело легко поднимается и переносится. Что еще я заметил в плане конструктивных решений. Давайте уж на них остановимся, раз о них заговорили. На тумбах сделаны вот такие вот скосы, полочки, да? Они с бортиками. И он идет на всю ширину станка. На той стороне тоже есть бортик. И то же самое сделано здесь. Мало того, на задней тумбе сделан этот бортик не только с краю, а он идет прямо в круговую-в круговую. И таким вот образом заканчивается. Вот. И здесь также есть уклон. То есть он под уклон. Это все сделано для слива сош со станка. То есть если по станку... Вот здесь вот такое место, да? Оно как корыто такое. И на той направлечь такой же. Если здесь будет течь сош, она будет стекать сюда. Потом дальше сюда, сюда, сюда. Попадать вот в этот вот как бы корыто. И так как оно с уклоном, оно будет стекать в основное корыто для стружки. А эта корыто, оно висит вот так под станком. То есть вот издалека если смотреть вот таким образом, да? И что самое интересное, оно выдвижное. То есть если у него есть необходимость, мы можем его выдвинуть. У него вот такие вот ушки сделаны, которые входят в пазы. И они, правда, не сплошные. То есть ухо вот здесь вот заканчивается. Вот таким образом. И оно, я не знаю, может быть специально так сделано, чтобы его можно было немножко вот так наклонить. Но как-то я не сильно в это верю. Потому что если здесь будет много стружки, оно будет достаточно тяжелым. И второе заднее ушко может таким образом отломиться. Хотя, все может быть. Выдвигаем вот таким вот образом. Вот так вот его вешаем. И, пожалуйста, есть доступ для очистки его от стружки. Вот, в общем, здесь есть сливное отверстие. Это сливное отверстие находится рядом, вот он, патрубок выхода. И оно находится прямо рядом с входом. Внутри этой тумбы должен стоять бак, как отстойник. И, соответственно, отсюда шлангом должно выводиться в этот бак. Вот. Тут тумба эта пустотелая. Сзади она имеет крышку. В паспорте он показывал, как там расположен бак. Вот. И здесь вот сбоку должна висеть помпа СОЖ. Сама станина имеет вот такие вот огромные болты крепления к тумбе. С этой стороны их не видно. Они спрятаны вот здесь вот внутри. Если открыть крышку гитары, здесь есть такое окошко. И вот там был виден этот болт. Также два ремня. Забыл показать. И уходит в отверстие. И там вот этот моторчик. 1,6 кВт. Полтора тысячи оборотов. Сделана вот такая защитка. То есть, чтобы не летело на масло с шестерём. Не летело на шкивы, не попадало. Сделана защита вот такая перегородка. Так, сама станина имеет такой вот профиль. Здесь у нас две призмы. И две плоских направляющих. Практически зеркально. Даже размером одинаковый. Задняя бабка. Прижим её. Такой здоровенный. Задняя бабка достаточно простенькая. Такая компактная. Но в то же время очень тяжёлая. Это прижим пиноли. Почему-то он не работает, но... Надо посмотреть, что-то набито там вот в этот паз. Возможно, без-за этого не осиляет зажать. Был у меня центрик такой. И он пригодился очень хорошо. Значит, работает всё очень мягко, легко. Пиноли имеет диаметр 50 мм в паспорте. Мы смотрели. И вылет, по крайней мере, разгардуировано 120. О! 120 мм. От проворота держит. Штифтик ворачивается. И снизу шпон паз. Затягивается обычной гайкой. Ну, сюда надо сделать какой-то диск и ручку, чтобы было удобно быстро менять подошва. Здесь стоят два сухаря и профрезерован паз. То есть, и сюда ворачивается винт, который будет смещать бабку от оси. То есть, для точения конусов. Ну, так. Очень-очень плотные вот эти вот штифты. Я прям так пытался их двигать. Там вообще резиновым молотком надо стучать, чтобы её сдвизать. Ну, либо винт я ещё пока не поставил. Вот такая вот задняя бабка. Как я уже говорил, она очень компактная. Да, кстати, здесь тоже есть такой вот квадратик. Сюда нужно будет сделать коврик резиновый. И можно складывать детали. Какие-то сверла там, мелочи какую-то. Малая продольная. Вот так вот вся издолблена. Я её подсобрал. Она была разобранная. Есть маслёночка. Ещё не стал на место сажать штурвальчик, потому что буду ещё разбирать. И здесь у нас есть такая гайка. Ить! Которая освобождает лимб. Вот есть рисочка вот здесь. На неё ориентируется. Значит, здесь у нас лимб две сотки. Ценоделение. Ну, и она сейчас не настроена, не отрегулирована. Поэтому она немного болтается. И здесь, что интересно, по поперечной подаче и по малой верхней продольной. Она сделана не на клине, а сделана прижимная планка. Вот это не клин, это планка. И сделаны вот такие вот три болтика, с помощью которых регулируется прижим и выбирается люфт. То же самое сделано на поперечной подаче. То есть вот раз-два и снизу вот здесь вот третий. То есть там тоже планка. Вот её видно. И это не клин. То есть он туда-сюда не двигается. В этом плане, наверное, в плане ремонта здесь будет попроще, чем с клинами. Ну, я так думаю. Не знаю. Так, движемся дальше. Поперечная подача. У нас вот такой вот имеет огромадный лимб. И здесь, ну, тут вообще как-то с лимбами ребята вообще не стеснялись. Тут на продольной подачи такой диск. Он, наверное, миллиметров 250 диаметром. Вот. Разградуирован он на 500 рисок. То есть вот у нас 490 и 0. Я не нашёл обычно ценоделение. Пишут на лимбах. Но я не нашёл ни на этом, ни на этом. Я взял, замерил. Значит, здесь у нас 0,05 ценоделение, а здесь 0,02. Вот. Ну и, вероятнее всего, станок этот был повышенной точности. Судя по лимбам. Ну, не знаю. Посмотрим. Я буду переводить паспорт. И там какие-то, наверное, упоминания об этом явно будут. Вот. Вот. В общем, лимб имеет вот здесь вот насечку продольной подачи. Да. Вот. И вот пользоваться им будет, я так предполагаю, очень удобно. То есть он большой. Рычаг большой. Вращать можно очень плавно, очень точно подавать. Вот. И крутить уже, ну, не такой маленький штурвальчик, а вот такую огромную штуку. Здесь лимб тоже он крупный. Здесь ещё штурвал пока болтается. Но его снимать надо будет всё равно. Надо открутить эту гайку, пока я не могу освободить лимб. Вот. Ну и, в общем, соответственно, движется всё это дело DAX. Сейчас покажу винт. Винт здесь такой могучий на поперечной подаче. Вот. Видно. Такие вот огромные, наверное, накидом кучи стружки ещё, наверное, убрать. Не знаю, миллиметра три, наверное, ширина литка. Как на тисках бы. Огромадный такой винт. Сверху поперечная подача имеет два Т-образных паза. И ещё один Т-образный пазик у нас есть вот здесь. Вот он помельче. И он на всю длину. То есть выходом сквозной. Далее. Рукояти управления. Ну, то есть, со штурвалами всё понятно. И здесь у нас есть это у нас включение-выключение. Мы на нём останавливаться не будем. У нас остаются две ручки. Вот эта ручка имеет у нас раз. Так, ну, раз. Сюда не могу включить на себя, надо крутить пиндель. Два положения. И ещё вот так вот это замыкается маточная гайка. Маточная гайка находится вон где. Она как раз замыкается и размыкается. А вот этими включается либо продольная, либо поперечная подача. Не включается, а выбирается, какая будет включена. А вот этим рычагом как раз-таки включается. То есть, его тянем на себя и подача пошла. Давайте включим, попробуем. Ну, вот, к примеру, да, включили мы станок. Берём, например, хотим поперечную подачу. Включаем переключатель. И поднимаем ручку, и подача поперечная начинает работать. Хотим, если продольную подачу, опускаем ручку, эту двигаем от себя, и снова поднимаем ручку. И пошла у нас уже продольная подача. Если хотим маточную гайку, включаем вниз, и поехал у нас суппорт. Поехал быстро до стопочного. Сейчас приедем обратно. Меняем направление подачи. Идем обратно. Вот по этим рукоятям, я думаю, понятно. Здесь, как я уже показывал, есть глазок маслоуказателя. Ну и по большому счету на суппорте больше ничего особо интересного нет. Вот здесь будет сквозь вот это отверстие, будет вставляться стопор, который фиксирует в неподвижном положении суппорт. И вот сами планки. Лежат вот так раз эта рукоятка для фиксации задней стороны. Здесь сделан такой пропил. То есть при притягивании вот этот лепесточек от передней, он будет прижиматься и зажимать суппорт под смещение. Это задняя у нас планка. И есть еще передняя. Так вот выглядит винт подачи. Под ним рейка. Вот сейчас мы смотрим, в принципе, наверное, на самое рабочее место. То есть там, где обычно бывает износ. Потому что маточная гайка находится с задней части. С задней части фартука. И вот как раз она ближе вот к этому месту. То есть это у нас вон где. Где-то вот здесь вот она ходит. Но особого износа я тут не наблюдаю. То есть винт у нас что в начале, что здесь. Что в принципе в самом конце. Где он вообще не работал никогда. Имеют такие примерно плюс-минус одинаковые видки толщиной. Примерно то же самое с рейкой. То есть рейка везде-везде она не имеет износа. По крайней мере, визуально этого не видно. Все одинаковые диаметрии. Нет заострений. Вот видно, что там шестерня. Которая по рейке бежит. И вращая на штурвал. Приводится она в движение. И как раз толкает суппорт. На задней части станины есть еще вот такая вот коробочка. Мне было интересно, что там в ней. Я ее вскрыл, посмотрел. И там оказываются контакты для включения или отключения самого станка. То есть эта коробка завязана вот на этот вот рычаг. Там две группы контактов трехфазных. И, наверное, когда мы поднимаем вверх, это включение станка в прямую, в сторону вращения. Когда отпускаем вниз эту ручку, это вращение станка в обратную сторону. Ну, шпинделя я имею в виду. И, соответственно, там такая как бы качелька. И она нажимает то на одну группу контактов, то на другую. Скрывать не хочу. Сейчас возиться. Вот, ну, почему она сделана здесь, я не совсем понимаю. Как-то не очень это, на мой взгляд, правильно. То есть тащить сюда провода из-за того, чтобы расположить здесь включатель, ну, не знаю. Проще, наверное, было бы их расположить где-то вот ближе к самой электрике, к передней бабке. Там хотя бы отдельный шкаф. Вот. А здесь получается, что вот эта коробка, она в этом месте как раз заканчивается станина. И есть вероятность, что здесь будет течь сош. А у этой крышки, она, несмотря на то, что чугунная такая мощная, но у нее нет никаких уплотнителей, ничего. Она просто притягивается к станине и все. Может быть, там, конечно, прям такая идеальная плоскость прилегает, что вода не проходит. Но я очень сильно в этом сомневаюсь. Вот. Это первый, как бы, такой момент, который мне не понравился в отношении расположения этих контактов. Вот. Не то, что не понравился, но как-то я нелогично в это вижу. А второй момент, то, что к ним проходит через всю станину вот такая вот труба. Она идет от самого начала и насквозь, 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 и проходит, вон она идет туда. И вот эта труба, она препятствует падению стружки, особенно вот здесь вот рядом с патроном. То есть, видите, какие там бугры, такие прям наросты вот этой стружки вот здесь вот особенные. Вот. Я уже начал там колупать их немножко. Вот. Соответственно, труба препятствует падению стружки. Вот. И, как бы, ну, эта стружка здесь накапливается, ее надо каким-то образом там проталкивать. Ну, я как-то не особо вижу правильность вот в таком расположении. Вот. У этой трубы есть, конечно, еще один выход. вот здесь вот, в этом месте, сюда подключается помпа, то есть это выход именно для подключения помпы. Но все-таки, на мой взгляд, не стоило оно того, то есть для помпы можно было сделать за станиной там какой-нибудь отдельный, отдельную трубочку бросить и всё, а сюда вообще не вижу никакого смысла тянуть эти контакты. Вот, но не знаю, несмотря на это, я вероятнее всего их как раз и задействую на включение, то есть чтобы вот эта ручка работала. Не знаю, посмотрим, как она будет. Нужно будет, наверное, посадить эту коробку на герметик, крышку и, в принципе, забыть про её существование. Ну что ж, друзья, на этом будем завершать. По работам предвижу такие работы, как, ну, во-первых, нужно его выставить в уровень, вибропоры я уже купил, лежат у меня для него, вот, затем заниматься геометрией, потом покраска каких-то неокрашенных деталей, далее электрика, то есть привести всё в порядок, чтобы включалось всё красиво, там приводить особо нечего, но хотя бы, чтобы все рычаги вот эти вот штатные, всё было задействовано. Вот, ну и, наверное, финальными вещами будет крестодержатель и установка УЦИ на него. Нужно будет заказать УЦИ и поставить, я так думаю, то, что будет эта вещь очень полезна на нём. Вот, так что подписывайтесь на канал, надеюсь, что будет интересно, постараюсь что-то показывать, какие-то интересные моменты. Ну а на этом всё, всем всего хорошего, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока!